Вот здесь, по Владивостоке, находится страшная компания РусГидро. РусГидро имеет шесть филиалов, которые находятся в Хабаровске, Комсомольске, Биробиджане и еще забыл в трех населенных пунктах. Здесь же РусГидро заявляет, что от Хабаровска находится структурное подразделение ПАУДЭК. Но это структурное подразделение, находящееся в Николаевске, оно не имеет никакого отношения ни к этой фирме, ни к этим филиалам. Потому что есть ОГРН, организации Каждый и РусГидро имеет ОГРН. И в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц у нее записаны вот эти шесть филиалов. Но ПАУДЭК нигде не отмечено. Вообще нигде. И она не имеет ОГРНа, она не имеет своего ИННа. Вопрос, почему эта мифическая конторка? Смотрим дальше, что делает. Значит, где-то здесь у нас находится ТЭЦ. Николаевская ТЭЦ, которая относится к Хабаровской генерации. С этим отдельный разговор. ТЭЦ подает мощности. Мощности идут через РЭС. Ну, как идут через линии электропередач. А за линиями смотрит Николаевская РЭС. Между тем, эти сети находятся, все сети находятся на балансе в городе Комсомольск-на-Амуре. Интересно, да? Тоже. И если пользователь, которому подходит мощность, не потребитель, заметьте, а пользователь, это разные вещи. Он не потребляет ничего. Потребители это холодильники, телевизоры, подстанции и прочее. Люди называются пользователями. И если пользователь вдруг не платит деньги вот этой мифической конторке, которая с него впрямую вымогает деньги, которые идут непонятно куда по офшорным счетам, врус гидра и куда-то растворяются. Если пользователь показывает вот такой вот небольшой прибор, тогда вот эта вот фирмочка, Паудек, дает команду вот этой вот РЭС, которая что делает? Делает бабах и отрубает пользователя. Вот мощностей. В результате получается масса неудобств, замерзают холодильники, разморяживаются холодильники, замерзают дети и прочее, прочее, прочее. И вопрос теперь, почему на каком основании конторка Паудек, не имеющая никаких реквизитов юридического лица, хотя они называются юридическим лицом, почему вот эта конторка, Паудек, принимает на себя властные полномочия, совмещая в себе и суд, и работу карателей. С этим еще предстоит разобраться. Такого времени я нахожусь на пенсии. Такого времени я нахожусь на пенсии. Продолжение следует...